Ну вы знаете, на прошлой неделе, кстати, был момент, на Роснефти не было 95-го бензина. Роснефть, Газпром, Лукоил, крупные игроки рынка, и на их заправках такую проблему в целом барнаульские водители не наблюдают. Если возникали какие-то перебои с горючим, то в исключительных случаях. А вот частная АЗС до конца октября, прогнозируют эксперты отрасли, точно останутся без бензина. И тогда почти треть районов края, где есть только такие заправки, в прямом смысле ощутят тотальный дефицит топлива. Всего таких муниципалитетов 26. Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже, и все топливо уезжало на экспорт, и внутренний рынок просто оголили. Сейчас его в наличии нет. Как я уже сказал, сбыты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС. Уже сегодня, говорит Юрий Матвейко, частным АЗС Сибири топливо почти не достается. И такая ситуация началась более месяца назад. Предприниматели стали выкручиваться кто как может. К примеру, перекупали розничный бензин. На одном тягаче, на седельном, у меня машина заезжала на Роснефтьевскую заправку, по топливной карте заливалась там, ну, когда по тонне, когда по полтонне. И ехал, с бензовозом сливался, и сделал следующий рейс, понимаете. И так я, в общем-то, за сутки мог спокойно там 10 тонн налозить. Сейчас, говорят эксперты, частный АЗС держится на остатках топлива, закупленного ранее. Им предстоит выстоять до конца октября. Именно тогда должны прийти первые вагоны с горючим, закупленные на бирже после отмены экспорта. И это еще не самый плохой расклад. В Новосибирске уже сейчас несколько заправочных сетей перестали продавать АИ-95 и дизель. В Новосибирске ситуация все-таки была немножко не такая. И поэтому вот эти сети, которые, в принципе, даже по дорогой цене бензин продавали, но закупали-то они его гораздо меньше, чем продавали, потому что, ну, все понимали, что оптовая цена вот-вот упадет, и купим дешевле. И я так думаю, что они свои остатки не подрассчитали под реальный сбыт. По данным наших собственных источников, топливные компании уже установили цены на оптовую продажу горючего и в ближайшие пару дней начнут продавать его частникам. Это может стать спасением для тех, кто рискует не дотянуть до конца октября. С 2011 года ситуация не меняется. Под письмами можно только поставить дату. 2011 год, 2012, 2013. Каждое лето рынок в таком состоянии. Топливо уезжает, у нефтянников все хорошо, они зарабатывают. Частные АЗС работают, вот как мы с вами видим. Ровно так же получают вот такую нестабильную ситуацию и наши сельхозтоваропроизводители. Вопросы экспорта и обеспеченность внутреннего рынка горючим планируют поднять на заседании Совета директоров Российского топливного союза. Оно пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге с участием всех регуляторов рынка, в том числе антимонопольной службы и Минэнерго. Мы будем следить за развитием ситуации. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.